Отзревать. Поставим. Мы убили Алису? Алиса мертва? Так, мне кажется, я что-то все-таки упустил в этом моде. Потянулись друг к другу. Эмммм... В столовую моду? Блядь, она обломала весь секс! Сука! Ля, все-таки Джокер Секси. Слушай, у Юлика тут конкурс отзревать? Да и не у того Юлика, у этого, у великого Джулиуса. Слушай, у человека явно есть, как вам сказать... Ну, самомнение, в хорошем смысле этого слова. Ребят, немножко самомнение, оно нужно. И называть себя великим Юлиусом, это как бы хорошо, это красиво. Во что он там говорит? Блин, в метро Ласт Лайт Редукс. Я хочу поиграть, Орла. Я хочу поностальгировать, перепройти 2033 метро и Редукс. Даже Редукс больше, потому что я его проходил один раз. Или хз сколько, короче, хочу перепройти на Макс Графике. Слушай, у него тут и РДР, очка еще. Но самое главное, это конкурс. Давайте посмотрим, как он... Слушай, Донат Стена. Прикольно. Так, я хочу посмотреть, как он играет. Дайте мне первую серию Редукса. Хей, всем привет, с вами Юлик. И я решил все же пройти метро Ласт Лайт, потом пройти метро Экзодус. И все дополнения Ласт Лайт. Слушай, у него такой спокойный голос. Можно вот так прилечь, включить видео и... Расслабиться. И не то, что у меня, да? Вот меня слушаешь, хрен ты уснешь. На самом деле, сложно понять людей. Вот я никогда не понимаю, когда тебе говорят, что под твой голос можно уснуть, это комплименты, или тебе намекаешь, что, чувак, ты скучный. Я вот никогда не понимал. Ой, из-за меня, точнее. Знаете, что я сделаю с Великим Юлямусом? Я подпишусь, чтобы не пропустить контент. Также оставлю вот здесь Лики, ну, чтобы поддержать его и Орлики. Стоит вам сделать то же самое. Ссылка в описании. Орлы, первое видео, которое я записываю после похорон. Вчера почти не спал, потому что поздно легли, рано встали на поезд, чтобы доехать. Сегодня, сегодня, не знаю, ночью тоже проснулся. Все болело. Знаете, что было стремно? Проснулся в 2.30 утра. Все болит. Глаза болят, голова болит. При этом ложился спать, вроде нормальный был. Вроде все было хорошо. Но мы не об этом. Мы сегодня играем в трэш-мод. Ребят, трэша как-то вообще не хватает на канале. Я знаю, кто скажет, Евген, ну сколько можно трэшем? Вы не смотрите серьезные видео. Я их сам не смотрю. Я хочу трэш. У нас тут есть Юля и ее щелочка, но недавно обновили. Я бы сказал, даже больше закончили. Один очень интересный мод под названием Быдло в совенке. Причем, у меня с ним проблема. Я, короче, я не знаю, где мы оставились. То есть, я пытался, перекапывал сейвы. И у меня есть сейв, где, ну типа, я засейвился. Но при этом я вижу... Я, сука, вижу, что я это проходил. И что я уверен, что это проходил. Либо это копипаста из какого-то другого мода. Короче, мы сейчас стартаем с того места, которое, мне кажется, более-менее норм. Поставьте лайк. Давайте так. Если будет 200 лайков на этом видео, то есть, совсем маленькая цена, 200 лайков в следующий трэш-мод вылетит, как из попы пьяная какаха. Так, день шестой. Вторая часть шестого дня. 100% этого контента не было. То есть, я не проходил вторую часть шестого дня и третью часть. Вот это 100% новый контент я проверял. Просто вот, слушай, даю писю на отсечение. Кстати, всем привет, Орлы. С вами Зайчик Евген. Всем привет. Как ваши орлинные девички? Семен проснулся от того, что его тело обдувало ледяной воздух. Вот классное начало, понимаешь? Вот сразу интрига. Семен проснулся не в теплом автобусе, а его тело обдувает ледяной воздух. Кстати, если что, плейлист на быдлов совенки в описании. Я постараюсь собрать все серии вместе, чтобы, если вы там что-то пропустили, потому что мод классный. Вы по названию это видите. И вы что-то пропустили. Ссылка в описании. Смотрите предыдущие серии. Потому что я сам не помню сюжет, но нафиг это надо. Я начинал в Наруто играть, вообще ничего не знал. В итоге мне понравилось. В итоге я теперь эксперт по Наруточку. Кстати, по нему тоже видос скоро выйдет. Или уже вышло. Я просто знаю, в каком порядке все это выходить будет. Ебать, а что так холодно? Я же вроде не оставлял окно открытым на ночь. Да ладно, я оставлял. Что за... Какого хуя? Такого совенка мы еще не видели. Художник, кстати, молодец. Молочага. Шиза, ты здесь? Шиза, зовись! Че, сука, я тебе таких пиздюлей вставлю, когда вернешься. Это Шиза, чувак, ты не можешь ей ставить пиздюлей, она невидимая. Даже Адик не спасет от твоей холодрыги. Надо укрыться где-нибудь. А разве деда сможет спасти... О, Олеся! Семен, пожалуйста, помоги мне! Что здесь делает Олеся? Олеся? Олеся, где ты? Помоги, мне очень больно, прошу. Ну, Семен начал продвигаться сквозь завалы снега, как Red Dead Redemption 2, начало игры в горах. От холодного и сильного витра ему было трудно видеть и ориентировать Орлика. Уй, ебки, сука, им все мало и мало, меня кидать по лагерям. Хуй вам, я так просто не сдамся. А знаете, что мне сегодня хочется? Хочу какой-нибудь там типа шурмы или узбургера. Я вот подумал, если даже мы с Лизой сегодня никуда не поедем, просто помню, вчера вечером Лиза предлагала пойти в кино, но это было вчера вечером. Схожу к Ашоту за шурмой. Вот, блин, не знаю, хочется что-то жирного такого. Может быть, это влияние алкоголя. Хочется какой-то такой, знаете, жирный майонез с чесноком. Жесткий. При этом именно мне нравится, который делают чуваки в шурму. И чуваки вот всяких узбургерных и так далее. Всякие, вы знаете, эти узбекские штуки. В общем, мне такое нравится. Потому что, не знаю, если самому сделать что-то вот чеснок и майонез, не получается у меня так, как делают они. Все-таки они умеют, причем самый лучший чесночно-майонезный соус получается у ребят именно вот в одном торговом центре у нас в городе. Вот просто топовый я не могу. Смотрите, только держись. Я иду! Продвигаясь дальше, холод все больше и больше окутывал его пожилое тило. Как же холодно, сука. Нет, нет, все, упаду уже. Не встану. Надо идти дальше. Пройдя несколько сотен метров, он почувствовал, что за ним кто-то наблюдает в глаз. Кстати, насчет наблюдения я вспомнил, что хотел в Red Dead Redemption Online купить бинокль, но хз где и как. Надо будет гайд в интернете почитать. Кто бы ты ни был, выходи, сука, если не застал! Зачем же так кричать? Это не поможет. Интересно, а кто это? Чувак, почему ты куришь? Я осуждаю, кстати. Только слабохарактерные мужики с маленьким хуем курят. Вы слышали, что в голову за спиной Семен обернулся. Почему ты не спас ее? Ты вообще кто такой? Не спас кого? О чем ты? Знаете, это напоминает мне момент из первого Ведьмака, где белая миссия появляется с белым хладом. То есть там Геральт попадает в параллельную реальность, где типа все занесло холодом. Снегом. Короче, вот как здесь. Она звала тебя. Моли вы тебя прийти к ней помочь. А что сделал ты? Нихуя. Ты ничтожество, незаслуживающее ее. Каково теперь тебе жить? Знаешь, что она мертва. Что ты чувствуешь? Каковы твои первые воспоминания? Злость? Горечь? Утрату? Может, облегчение как будто ты покезал? Капюшон на несколько секунд замолчал. Капюшон? Почему он-то неизвестный. Далее блал бы ему имя. Капюшон. Как же самоиронично. Пробуй мне он себе под нос. Я не знаю, про кого ты что за бред нанесешь, но если встаешь на моем пути. Опять ты ржемба пошла. Ржемба. Контент, орлики. Бей. Что ты сделаешь? Убьешь меня? Нет, я тебя не убью. Я тебе уебу. Кстати, хочу закрыть опять окна. Вот вы заметили, наверное, что освещение какое-то странное у меня в последних видео. И цвета какие-то то ли красные, то ли сиреневые. Это все потому, что я снял штучку с оконами. У меня просто окна закрыты. Потому что вы удивитесь. Но можно подумать, что солнечный свет это же идеальное освещение для видео. Хрен. Это ужасное освещение, потому что оно очень нестабильное. Вообще, вот когда мы учился в киношколе, нам говорили, что солнечный свет. Вот он как бы хороший, он очень яркий. Он освещает картинку лучше любой лампы. Ни одна лампа не даст тебе эффект солнечного света. Ну, на 100%. Но его нельзя контролировать. В этом проблема, что солнечный свет, он тяжелоконтролируемый. То есть он светит там, где сам захочет. Он двигается. Например, здесь у меня солнечный свет отражается от соседнего дома. Попадает в окна. Пришло облако, света стало меньше. Ушло облако, его стало больше. Поэтому, например, летом, когда солнце очень яркое, и оно немножко в другом месте на небе снимать нереально солнечного света. Потому что картинка все время будет меняться буквально каждые там 10 минут. Вот даже сейчас, я вижу, что облако прошло, у меня солнечного света стало больше. И поэтому солнечный свет зло. Но при этом становится тоскливо, когда закрываешь типа окна от солнечного света. То есть реально у тебя темно весь день. Я раньше полностью закрывал окна. У меня вообще весь день было темно. Зато, зато освещение хорошее. Так что приходится чем-то жертвовать. Понимаете, вот ты ютубер, ты жертвенник. Ты жертвуешь постоянно чем-то. Что ты делаешь? Убьешь меня? Незнакомец достал нож и бросил его под ноги Семену. Ха, ты же сам себя роешь могилу. Сдавай себя пока не пиздно. Семен поднял нож и встал в стойку. Такой типа, опа. Время разговоров прошло. Слушай, это не нож, не умей. Это целый меч. Из Наруто. Незнакомец сорвался с места. Выклонившись от его боковой атаки, он замахнулся для ответного удара. Капюшон запломбировал его удар. И он отскочил в сторону. А ты неплох, потанцевал бы еще. Ну, туби пора. Так, нутро начинается не с кофе. Кстати, да, потому что свой первый кофе я допил. У меня опять какой-то дефицит напитков. Всегда, когда сажусь снимать, у меня кончаются напитки. То есть, у меня еле осталась вода. Кстати, насчет воды. Набираю в рот воду, а потом пью ее. Не знаю почему. У меня как-то вода в горло часто не пролезает. Приходится ее во рту держать, потом пить. У меня кончился кофе, у меня все, кончился. Я все время сажусь снимать, и я уже все выпиваю. Потому что я снимаю не прямо утром, а я чуть-чуть что-то поделаю. А потом уже иду снимать. В общем, как-то так. Утро начинается не с кофе. У меня с кофе всегда. Хотя, я пару дней как-то не пил кофе по утрам, потому что оно кончилось. И мне кажется, начал чувствовать себя лучше, но я не уверен. Ой, бля, как же башка трещит. Хотя, это того стоило. Он поднялся с кровати. Бля, ты знаешь, что это за сон был? Знакомый силуэт, но не могу вспомнить, где я его видел. Если что, Шизу озвучивает Олександр, мой дорогой подстольный друг. Если честно, мне похую рыли. Ну вот что-то он там говорил про Олесю, это странно. Может, это твое подсознание пыталось тебе что-то донести? Э, чё, бля? Забей, двинули лучше комываликом. Да, действительно, почему бы и нет. Прохладный утренний ветерок, без палящего солнца. Вокруг нет ни одного ёбка, который мне помешает. Заябумба! Сколько сейчас времени, кстати? 6.30. Самое то, по пёрликам и валикам. А то, слушай, нет, потому что в летом, кстати, я вставал в 6 и в 7 утра, потому что солнце светит. И реально спать невозможно. Лиза говорит, что я как попугай, понимаете? Вот свет светит, я вскакиваю, я не могу спать. Мне мама всем говорила в детстве, что я вскакиваю, ни свет, ни заря. Ну, не знаю, просто меня окружают совы. Вот люди, которые спят днём. Долго, вот по утрам. А я жаворонок. Вообще, заметил такую странную вещь, что жаворонков всё-таки меньше, чем сов. Как-то вот все любят подолгу спать. А я, ну, как бы я раньше тоже любил, а пытался подстроиться, стать совой. Но у меня просто не получилось. Верей у меня получилось. Но чувствовал себя очень плохо. Но даже сегодня, не, ну, сегодня я чувствовал себя плохо, потому что вчера мы бухали. Понимаете, вот вроде похороны были, а поминки были адские. Ну, то есть, очень жёсткие. То есть, куча еды, куча бухлая. Я помню, там сначала водка, потом самогон принесли. Самогон я, кстати, не пил. Он просто далеко от меня стоял. Я что-то не хотел просить, чтобы мне наливали. Я вообще сидел там, знаете, никого не знаешь. Вот это очень, кстати, такая вот ситуация странная. Ты вроде как бы, вроде похорон, ты никого вообще не знаешь. И я даже поговорить ни с кем не мог. И я даже не хотел. Ну, как бы хотел, но подумал, что, блин, лезть с разговорами. Как-то не люблю лезть с разговорами. Знаете, если ко мне не обращаются, я обычно первый тоже обращаться не буду. Как-то не люблю навязываться, лезть с разговорами. Я обычно, так, если... Я понимаю, что я вот... Не понял. Почему я слышу вертолет? Война, что ли? Америка напала. А, точно, Трамп принял ислам. Все нормально. Самое то. Поперли куму валенком, а то сушняк душит. Так, а ну давай. Казалось бы, при чем тут сушняк? Так, запускаем Родео Кинг ХХС. Скидка 30% на Родео Кинг ХХС. Смотри, какой бычара. Тебе не удержаться. Слушай, Бургер Кинги новый бургер сделали. Я раньше, кстати, обожал бургер Родео. Просто обожал. Но они его убрали. Почему-то он был, я помню, давно. Когда-то, как только-только Бургер Кинг я, ну, в России увидел. Вернувшись из мест не столь отдаленных, а... Или даже отдаленных. Потом что-то он пропал. Хотя очень любил Родео за то, что у него луковый вкус. Там луковые колечки в панировке. И он дешевый. О, сука, я хочу это. Блин. Чел, ты много с... Ребят, посмотрите на это. Это заебумба. Просто мечта. Смотрите, это не бургер. Это, сука, мечта. Еще и со скидочкой. Так, открываем пряжи. Мне интересно, сколько? Всего лишь 24... Ой, два дня. Так, ну, сегодня 24 по 26 января. Сегодня 23. Ладно, пойду завтра тогда. Обидно, блин. Я уже был готов, ребята. Я уже был готов. Вот сейчас вы бежите с дома и пойти за этим бургером. На деду Мываликов Семен присосался к ним. Утолив жажду, он умыл свой еблет. Кстати, обожаю пить из-под крана. Ну, в России, как бы, я бы не рекомендовал. Но я помню... И вот я в Англии был, пил из-под крана спокойно. Наливал себе воду. Хотя есть многие люди, которые там не любят это делать. Такие, которые типа... Ну, вода из-под крана как-то. Может, бутылочку купишь? Не знаю. Пил всегда из-под крана и нормально было. Знаешь, проблема англичанина. Выпить воду из-под крана? Или все-таки не из-под крана? Семен, а ты чего так рано? Ой, это же моя королева! Он повернулся в сторону голоса. У нас, кстати, Славя что-то очень часто фигурирует в модах. Буду, кстати, продолжать Славя мод. Потому что все-таки он а-ху. Вы поняли. Могу спросить тебя о том же. Сама ты что здесь делаешь? Ну, я вот парабежкой занималась. Тебе не мешало бы тоже, кстати, опять начать бегать. Отъебись, надоело мне это уже давно. Постой, а то, что мы видели чувака в капюшоне на зимнем фоне, это Семен уже забыл? Допустим. Отъебись, надоело мне это уже давно. Спасибо тебе, что спас Женьку. Ты не садись ее строго в душу, она добрая. Слышал бы, как она о тебе отзывалась. О моих сексуальных талантах она отзывалась. Интересно. И как же она это отзывалась? Опять назвала оборванцем или как-то по-другому? Нет-нет, что ты? На самом деле, сначала она плохо от тебя отзывалась, но потом видел бы ты с каким удивлением и восторгом. Женя рассказывала мне это. Она ожидала помощи от кого угодно. Но пришел именно ты. СПС тебе большое, чел. Ну, не то, чтобы я сильно помог. Но ты это, я еще зубы почистить хотел. Славя сделала улыбочку. Я побегу тогда. До встречи, до скорой встречи. Моя любовь к орлам навечно. Интересно, конечно, как все поменялось с этой Женей. Все равно нам от этого нет никакого толку. Но хорошо иметь должников. Кстати, да. Но не люблю я стряхивать долги. Знаешь, вот у тебя вроде есть должник, но при этом, ну что, ты же не будешь говорить чуваку, эй, чел, ты мне должен, эй, чел, алло, ты мне должен, давай, давай, помоги мне. Как-то это неудобно, что ли. А вы бы так сделали? То есть вы стряхивали когда-то с людей долги, орлы? У вас было такое, чтобы вам кто-то помог? И вы потом пришли к челу и напомнили, эй, чел, ты мне там, ну типа, я тебе помог, а, ну, ты тоже помоги мне там, ну, ты понимаешь, как бы. Ты мне обязан, все дела вы так делали когда-то? Я нет, мне кажется, это, мне кажется, это стрёмно. Стряхивать с кого-то таким образом долги, человек должен либо сам тебе помогать, потому что он хочет тебе помогать. Даже, даже если он обязан, и он не хочет тебе помогать, то, ну, как бы, тогда, ну, тогда ты просто делаешь заметку у себя в голове, что этот чел, ну, как бы, он не очень, он не очень, может быть, с ним не стоит, как бы, там, тем-теорием. Все равно нам от этого никакого толку. Ну, хорошо иметь должников. Сколько ли ейка начинается? То есть, я не пойду, Ольга опять доебется. Погоди, шо такое? Бургер, кстати, стоит 200 рублей. Вот сейчас посмотрел. Кетчуп, бекон, соус, сырное 21, луковые кольца, обжаренные 3 и сыр. Идеальный бургер. Вот, честно, 200 рублей чистого удовольствия. Сейчас скидка 30%, это сколько же получается? Это 60 рублей, по-моему. Да, типа, с каждой сотки минус 30 рублей получается. Или сколько это? Да, да, ну да. Это, то есть, бургер будет стоить 140. Слушай, за такой вот бургер, такой вот цена, более чем. Я хочу этот бургер. Слушай, сейчас, наверное, нет. Сейчас, наверное, нет. Причем, почему-то в доставке он, кстати, 205 стоит. Или я не пойму. А, не, он стоит 205. Так это еще чуть больше скидка будет. Не, огонь. Слушай, огонь, чел. Вот это реклама по мне. Вот, наконец-то, Бургер Кинг сделал новый бургер. Вообще, заметил, что вот эти бургерные, Макдональдс, Бургер Кинг, как-то редко новинки вводят. То есть, сейчас стало чуть чаще, но в 2019 год вообще скучный был. Ничего нового не ввели. Вот это P2Greek сделали. Слушай, впервые у меня вот провод перед окном висит впервые. На него дрозд сел. Почему раньше на него не садились птицы? Вот сейчас сели. Ну, одна птица. Какой-то дрозд. Эй, дрозд, у тебя нормально все? Ты это, слезь с провода, курицей гриль станешь. Представьте, реально, дрозд садится на провод, и как бы, как в игре с него падает курица гриля. Ну, потому что он пожарился. Нужно бежать в лес, срочно! Почему? Понос? Говори, куда идти-то, блядь, тут как бы везде лес. Беги по тропинке, ведущей к бане, и доходя до конца, сверни направо. Заныкавшись в кустах, он принялся наблюдать. О-па! Так, постой. А почему мы пришли в этот лес? Ну что, дорогуша, может, все-таки согласишься? Помогать вам? Если вы предали один раз, то предадите и второй. Та, что засунет свое предложение, сев зад и передай своему боссу. Да нахрена они там сдали не лис? Только зря время теряем. Тишина, не встревая в разговор. Слушай, а почему мы пошли в лес? Повернувшись к своим, сказал старшой. Им все равно не жить. Подумай хорошенько, даю последний шанс. Я уже сказала вам свой ответ. Уверена? Второго шанса не будет. Она улыбнулась и подбегнула Симченко. Знаешь, ты с самого начала знала, что я здесь. Неплохо. Ты поможешь ей? Выжидаю момента. Уверена. Что же. Убить ее. Ся шайка оскалилась и медленно пошла в ее сторону. Слушай, у нее вообще-то есть меч. А у них нету нихуя. Казалось бы, в чем проблема? Она встала в стойку и схватилась за рукоять клинка. Вот. Может, позабавимся с ней, как закончим. Фу, уже походу начался движ Париж. Э, уебаны. Движ Париж. Слушай, я хочу поучаствовать в Движе Париже. Он вышел из кустов и направился к ним с голой жопой. Может, со мной позабавитесь? Ясно. Семен, хей. А то мне скучно. Схватив увесь эту ветку, он улыбнулся еще шире. И по звуку я думал, он бензопилу схватил. Тебя сюда никто не звал. Съебись по-хорошему. А если не съебусь, заставишь меня? Олег, Антон, Борзый, займитесь им. Эту прошмандовку оставьте на нас. На нас, чувак. Она вас порежет. На этот раз тебе не повезет. А мне повезет. С тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед. С тобой мне повезет. С тобой мне повезет. Хули во строй, я один-то, а? Не поняв. Не ебет, сейчас ты исчезнешь. Ха, ну посмотрим, кто еще исчезнет. Сейчас ты ответишь нам за все. А ну давай, рискни. Последовал верхний удар арматуры со стороны Антошки Чиханте. Семен заблокировал его веткой, отчего та разлетелась на две части. Нихуя. Нихуя ссыльный бык. Отбросил уже бесполезный кусок древесины, схватил Антона за предпечье и бросил через плечо. Ты уел? Ты что, совсем уел? Сказал Хэн Коннору, когда он на крыше пытался убить Дэви Антофф. Это был тот момент, когда он это сказал. Я был такой, ахамат, вы дотроните. Не, ну ты совсем уел-то? Добил ему ударом в лицо. Семен взял арматурину в руки. Сзади. Пригнувшись, Симченко сделал подсечку. Постой, кстати, а как Шиза может знать, что происходит сзади, если у Семена нет глаз на затылке? У Симченко глаза только спереди. Не, ну она может слышать, по идее. Ну да, наверное так. Пригнувшись, Спермен сделал подсечь очку. Он замахнулся, чтобы добить Борзова. Тот уклонил Орлика и ударил Симченко ногой в кирпус. Неплохо, но слабовато. Борзой поднимался на ноги. В это время Олег стремительно приближался к Симченко. Туби пизда, рыли, чел. В твоих мечтах. Олег с разбега сделал боковой удар. Семен увернул Орлика. Контратаковав, он попал Орегу в затылок. Тот упал. Надеюсь, от такого удара он там не помер. Семен обернулся к Борзому. Тот немножко потик. Даю тебе три удара. Учти, третий удар будет за мной. Он уверенной походкой ударил Арматурина и пошел заводкой. Семен сделал уклонение. Медленно. Борзой сделал резкий выпад. Семен последний момент успел заблокировать пожилой удар. Неплохо, но недостаточно. Да завали ебало уже. Ой, зря, чел. Ля, спарировал. Его боковой удар. Семен ударил лоб в лоб. Борзой потерял Орлика. Музыка, кстати, неплохая, но как-то драйва не хватает. А какая-то слишком, не знаю. Как будто у них драка пенсионеров за тушенку. Воспользовавшись моментом, Семен добил его серию ударов печени и челюсти. Тупо тушенка. Ля, от лица главного. Холодный дождь приятно охлаждал кожу и раны. Предатель ебаный, уничтожил. Как же все тело болит. Лина, я вижу твой сосок. Ютуб забанит. Хотя, Ютуб, ну, как я уже рассказал в начале, видео одобрил. Многие видео, кстати, прошли проверку на желтизну и все как бы нормик. Ты настолько жалок и беспомощен. Посмотри на себя, в кого ты превратился. У меня была девчонка Лия. Потом она сказала то, что я мудак. Был самым сильным. И никто тебе не был ровнее. А сейчас что? Главный схватил Лину за горло. Да как ты смеешь? Раздалось эхом во всему пляжу. Вы жалкий представитель мусор. Предательский мусор, который не способен ничего понять. Делаете все лишь в угоду своей выгоды. Поскольку он общается с ней на вы. И это раздражает меня больше всего. Главный сжал горло Лины еще сильнее. Прекрати. Главный приблизился к югу и начал медленно шептать и делать АСМР. Пожилое АСМР лето. Запомни, дорогая моя. Даже так вам не победить. Чтоб вы не сделали. Как бы не старались помешать мне. Запомни, вы уже проиграли. Главный ослабил хватку. И Лина начала жадно глотать ртом в воздух. Как же все так обернулось. Я не очень понял, как это работает. Учитывая, что у нас здесь нет дождя. И нету пляжей. И где Лина? От лица Семена. Пошел ты нахер! Семен размахнулся. Ударил под их старшего. Спрашиваю еще раз тебя, падаль. Что вам было нужно? Бесполезно. Он ничего не расскажет. Времени на пытки у нас нет. Твою мать! Можете убить нас. Это ничего не изменит. Нет, нет, нет. Слушай меня внимательно, падаль. Если я еще раз увижу вашу шайку. И мне что-то не понравится. А теперь пиздуй. Пошли отойдем. Нам надо поговорить. Музычка неплохая на фоне. Постой, мы будем говорить в бане. Кстати, мне не нравится спрайт этой телки. Он максимально хуёвый. Пройдя несколько метров, они оставились около бани. Что это вообще было? После того, как ты исчез из бункера, к нам пришло некое существо. Не знаю даже, как описать. Он был словно... Тень. Что он от вас хотел? Он предложил нам объединить орликов. Сказал, что с его возможностями мы достигнем куда больших результатов. После отказа он разозлился и отбросил нас всех. Повезло, и я осталась здесь. Это все очень непонятно. Зачем тени объединятся с этой четверкой? Бессмыслица. Я пойду на поиск своих. Спасибо за помощь, но дальше я сама. Уверена? Тебе точно не нужна помощь в поисках? Уверена. Останься и зачти лагерь. Мы придем, когда это будет нужно. Она подбегнула Симченко и скрылась в кустиках, сняв с себя трусики. Ну и дела. Может, тень тоже враг? Все возможно, конечно, но он ведь хотел нам помочь. С тобой мне повезет. С тенью повезет. Забьем пока что на все это. Будем действовать по ситуации. Линейка начнется через 5 минут. Поспеши. То есть... А, ну да, я забыл. Это тот лагерь, в котором Ольге Дмитриевне, в принципе, пихуя на то, что тут ходят люди с мечами, режут друг друга, собираются какие-то банды. Это все нормально. Выйдем на дорожку. С домиками у Семена понемногу начало улучшаться настроение. Бля, вот что не скажи. Ну место-то охуенное. Народ, запивай. А, голова. Чтобы видеть, губы, чтоб говорить. Никто не сможет меня остановить. Семен вышел пританцовывающей походкой на площадь. Опа, Оль есть я. Семен, вставай быстрее в строй. Ты как раз вовремя. Слушай, я даже соскучился по Олесе. Интересно, а выйдет Олеся 2. Кстати, мод облака, который вам тоже нравился. Его вроде как воскресили. Об этом, может, уже говорил. Но что-то пока непонятно, что с ним происходит. Вроде его вернули в воркшоп. Но при этом нового контента по нему нет. Знаешь, вот я не понимаю, в чем смысл таких воскрешений. Типа, мне кажется, было бы круче написать под него второй день. Потом воскресить его сразу со вторым днем. И все были такие... Я просто похлопаю. Че это она раскомандовалась? Лиська, а где Ольга Дмитриевна? Так, Ульяна, не перебивай. А где Алиса? Ульяна замялась и мельком кинул взгляд на Симченко. Он незаметно отрицательно повел головой. Так, я не понял, а что с Алисой? Мелкая, не пали меня, а то кранты. У нее живот болит, и вот она и отлеживается. Олеся кинула недобрый взгляд на Семена. Бля, мне кажется, она что-то начинает подозревать. Поставим, мы убили Алису? Алиса мертва? Так, мне кажется, я что-то все-таки упустил в этом моде. Я явно упустил какую-то сюжетную развилку. А я зайду сегодня тогда ее проведать и узнать, все ли с ней. Хорошо. Сирица еще никогда не была так близок к провалу. Раз уж почти все здесь, я начну. Из-за вчерашнего пожара был отменен поход. Нужны добровольцы, чтобы подготовить полянку. Есть желающие помочь? По-моему, это вот мы и снимали. Пожар, я помню. Хотя я могу путать с другим модом, потому что многие моды рили похожи. Ну, то есть, быдло в совенке очень много из пацанского взяло. И поэтому я немножко, ну, есть у меня сомнения, скажем так. Так, ну, пенсионеры молчат, потому что пенсионерам пихают. И они не хотят участвовать в вашем вот этом пионерлагерском дерьме. Знаете, именно поэтому я считаю этот мод супер реалистичным. Потому что здесь люди как реальные. Понимаешь, когда что-то предлагают, никто не хочет вызываться, кроме нескольких там старост классов. У нас такое было в школе, что... Всех вызывают, типа, там, что-то сделать. Все стоят молчат, потому что никто не хочет впрягаться. Кроме старост, потому что им, типа, это в универ засчитывается. Да, в Англии просто, ну, в английской школе такая система, что если ты в школе что-то делал, тебя это в личное дело могут записать. И, типа, ты молодец будешь. Ну, то есть, это учитывается, что ты там в школе занимался какой-то невъебической деятельностью. И это как-то повышает твои баллы в универе. Или баллы на вступление в уни... Короче, это хорошо, типа, тебе это, ну, засчитывается, что ты молодец, ты там что-то в школе делал, а не просто пинал хуи. И мне интересно, есть ли такое в России? Нет, в России точно такого нету. Я в этом даже уверен. Тогда я сама выберу помощников Шурик. Да, у нас тоже так было, что, типа, препод сам выбирает, если никто не отзывается. Ну, типа, а что делать? Электроник. Спермен. После линейки останьтесь тут-то. Так, ну, раз просит остаться. А ваш, Штирлиц, я попрошу остаться. Ебать, а не лошадь. Стоп, что? Схера ли я вообще должен кому-то помогать, не поняв. Да и с тобой я не говорю особым желанием работать, все дела. Потому что я так сказал... А, ну, потому что она главная, все ясно. И скажи, СПС-чел, что тебе сошло с рук то, что в столовой сделал. Поставь, что я сделал в столовой? Есть, эээ, есть гражданин-начальник. Феоктистова Унылова. За вами уборка пляжей и лодочной станции. Так точно. Феоктистова? Интересно, у вас фамилия здесь, конечно. Эээ, хорошо. Мику, на тебе уборка клуба. Хорошо. Правда, я там вчера убиралась. Вроде все раздала. А, ну, ясно, ей надо было тупо раздать задание. А, типа, а что там, кто убирался, рили пихуй. На сегодня линейка окончена. Можете быть свободны. Пионеры начали в быстром темпе расходить Ориков. Через несколько минут площадь была пустая, считая Олеси и кибердрочеров. Так, кибердрокеры. Черт. Я просто сейчас... Черт. Я думаю, что, ну, как бы, мод должен скоро кончиться. Но, сука, как он может кончиться и на чем? Мне интересно. Интрига, сука. Семен подошел к электрощитку и Шуренусу. Слушай меня внимательно. Сейчас уебывайте отсюда, чтобы духа вашего здесь не было. Лусик ли? Слушай, а что у меня жар какой-то? Вот поэтому не бухаю больше, потому что чувствую себя потом хреновый. Я сейчас сижу, я вроде выспался, но реально вялым себя чувствую. Даже вчера, когда я спал пять часов, чувствовал себя лучше, чем сегодня. Как-то работает, не знаю. Хотя сегодня спал семь с половиной. И спал очень крепко. То есть я реально, ну, максимально крепко спал. Вот просто отрубился и умер. Вот просто труп вылежал буквально. Я думал, дверь скриптала. Почему музыка похожа на скрипучую дверь? Ну, а... Олеся же сказала, что мы должны помочь ей с подготовкой поляны. Считай, что уже ничего я не должна. А теперь съебались, пока я добрый. Кибернетики поспешно литеровались в так называемой площади. Ну что, пошлите. А где электроника Шурик? У них там какой-то проект намечается, так что они спешили. Ну, я им сейчас устрою. Сказал же здесь ждать. Олеся уже стремилась в клуб кибердрочеров, но Семен оставил ее, взяв за руку. Отпусти! Успокойся, ну и в твоем справиться, разве нет? Если не будешь отлынивать, она улыбнулась. А ты у нас в качестве вожатой заделалась? Пока ее нету, все обязанности лежат на мне, в том числе и приглядывать за некоторыми долбоебами, чтобы делов не натворили. Это что, она так на меня намекает? Скорее всего... Скажи мне честно, ты с Алисой вчера тогда был? Не ври, только хуже сделаешь. Семен кивнул, потому что на что ему остается? Понятно. Что это тебе понятно-то, а? Ничего у меня с ней не было, мы выпили, а потом закусили, и все. Не знаю, что вы там выдумывали себе. Они вышли на так называемую поляну. Я наберу веток, а ты пока соберешь разбросанные кирпичики и сложи их. Я не понял, блин. Она меня только что проигнорировала? Походу, она тебе не поверила. Либо еще обижена за вчерашнее, либо все вместе. Постой, а что было вчера? Семен начал собирать кирпичи и выстраивать небольшой круг. С помощью них в центре поляна круг, чтобы пустить Олесю по кругу. Ясно. Сука, все руки в садже из-за этой херни. Он взял несколько кирпичей и понес их. Я вот тут подумал, когда нас переместило, что с того с Юлькой? Скорее всего, когда ты перехерачил тех тварей, наступило утро, она переместилась вместе с нами или вернулась обратно в лагерь. Ты слышал? Ёпта, лучше выходи. Предупреждаю его. Из кустов показались ушки, секунду спустя из них вылезла целая кошка-девка. Юлька, а ты что тут забыла? И как тут оказалось? Я наблюдала и почувствовала от тебя тень беспокойства за меня. Ты наблюдала за мной? Слушай, может она наблюдала и фапала? Просто если вы не знали, девочки тоже дрогают. Нахера? Я всегда наблюдаю за лагерем, во всех остальных не так весело, как в твоем. Ты не знаешь, здесь сейчас тень или главный? За него спиной послышалось копошение. Он обернулся. Ясно, они сзади. Семен? С кем ты разговаривал? С эээм? Да он посмел туда, где ранее стояла Юлямба. Ювао. О, Ювао, Ювао. Не, не кем. Мне показалось, что ты с кем-то разговаривал. Сознаюсь, Кай, слышал, когда-нибудь легенда о кошке девочки. Ну так вот, ты не поверишь. Выбегай туда на поля, ну и просят сахар у меня. Ой, да ну тебя, лучше помоги его рассложить. А Семен? Клэбр мэн. Так точно. Спустя несколько минут весь хворост был на месте. Вроде все, спасибо за пимощь, а то одна, я тут долго все делала. Я знаю одно местечко, оно вам понравится. Запоминай дорогу, что за начал объяснять Семену дорогу. Так, у меня опять на уши вываливается звук. Слушай, пиздец какой-то. Раз ты мне теперь должна, то у меня есть так называемая пожилая просьба к тебе. Ау? Что? Какая? Семен отряхнулся и взял Олесю так наживая пожилую руку. Иди за мной. Так, объясни, куда ты меня ведешь? Сейчас увидишь. Слушай, это... Ааа, это я понял. Пробирайся сквозь лесную часть, она вышла, они вышли на нужное им место. Ни хрена себе, классное местечко. Слушай, как в аниме. Отсюда очень хороший вид, не благодари. Как ты узнал про это место? Девчонки посоветовали тебя сюда сводить. Сказали, что тебе понравится, возможно, ты мне дашь. Я здесь очень давно не была. Как вы нагоняют вожата, я никогда не забуду. Просто отчитыванием мы не оделались. Мы были очень, ну очень непосредственными детьми. Особенно Алиса. Ой, прости, что вот так заговорилась. Да ладно, я понимаю, все такими были. А Семен и сейчас такой. Бля, что он о том рассказал, я не понял. Про свое детство. Я в свое время тоже таким был. Даже хуже, так что я понимаю. Я в свое время пиздил камнем кошек и пиздил сверстников палками. Кому ты там заливаешь? Ну, почему он заливает? Он сказал, что он был хуже. Ты вообще ебала завалить. Я еще в планах зачатия-то не было, так что не подпездывай. Семен, почему ты все это делаешь? Зачем спас меня и продолжаешь помогать? Зачем? Он почесал затылок. В первый раз, когда спас себя, я не знал, кто ты. Просто бежал кому-то на помощь, когда я тебя увидел, что ты мне сразу как бы понравилась. И мне кажется, это более-менее правда. Семен прилег на траву, а Леся присела рядом с ним, буквально к нему на куканчик. Евген, ой, то есть к Семену. Ты мне тоже тогда понравился. Ты единственный, кто помог мне, хотя там было очень много пацанев. Да, неплохо я тогда опиздюлился, конечно, но это того стоило. Взглянув на Олесю, сказал Симченко. Он взял ее за руку и притянул к себе. Олеся плюхнулась на траву рядом с ним. Эй! Она стукнула его в плечо. Вот так, значит. У, начинаются пожилые игры! Семен начал щекотать Олесю. Видимо, он залез к ней под одежду. Прекрасно. Сдаюсь, сдаюсь. Своей смерть, сказал Олесю. Он приставал. Щекотать их взгляды пересеклись, и они медленно потянулись друг к другу. Эмммм. В столовую надо? Блядь! Она обломала весь секс! Сука!